Добрый день! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы начинаем с вами обзор событий военных, военно-политических и других, которые произошли в Украине и вокруг нее за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 4 апреля, киевское время, 19 часов. Обстановка, ну опять скажу теперь про одесситов. Не дождетесь. Ночь была неспокойная, Одесса не спала, наблюдала воздушный бой практически над городом. И довольно хороший результат показали, опять показали наши воздушные силы, как обычно. Поэтому смело можно еще раз сказать, не дождетесь. За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных удара, 21 авиационный удар, а также 33 удара реактивными системами залпового огня. В эту ночь по Одессе и Одесскому району российская армия нанесла ударными беспилотниками атаку, произвела точнее на атаку. В общей сложности зафиксировано было 17 пусков беспилотников, предположительно из района восточного побережья Азовского моря. Из 17 беспилотников 14 было сбито, 13 в небе Одессы и Одесского района и один над Николаевской областью. Да, попадание в три беспилотника преодолели нашу систему ПВО, к сожалению. И было попадание в городе, что вызвало пожар. Но, как заявили городские власти, пожар спасателей удалось ликвидировать, а предварительно обошлось без человеческих потерь. Вот такая неспокойная ночь сегодня была в городе Одесса и вообще на южном побережье, там где пролетала эта группа шахедов из 17 дронов. Вероятность новых ракетных ударов, к сожалению, сохраняется. Ну, например, в акватории Черного моря на данный момент находится 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя ракет «Калибр», общий залп которых может составить до 20 ракет. Поэтому вероятность остается довольно высокой. Основные усилия в своих агрессивных действиях российские войска сохраняют на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отбили 69 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Ситуация остается очень сложной, но об этом поговорим более подробно. Направления Волынское и Полесское там без изменений. Ситуация стабильная, контролируемая. Сиверщина и Слобожанщина здесь тоже на этих оперативных направлениях. Ситуация без изменений. Обстрелы, к сожалению, обстрелы нашей территории продолжаются. Также некоторые подразделения на этих четырех направлениях мы не наблюдаем сформирования ударных группировок со стороны российских войск. Некоторые подразделения вооруженных сил Белоруссии продолжают выполнять задачи в приграничных районах с Украиной. Мы их там наблюдаем давно. Постоянно знаем их места дислокации, их позиции. Тоже нам известны. И они там проводят мероприятия по усилению или прикрытию государственной границы Белоруссии. Российская Федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию, военную инфраструктуру Республики Белоруссии. Россия продолжает программу боевой подготовки на различных полигонах. Мы знаем Брестской области и в районе Осиповича. Это два полигона, которые оборудованы под учебные центры российских войск, где проходят обучения, мобилизованные для последующей отправки их в Украину. Далее идут Купенско-Лиманское направление. Здесь продолжаются локальные бои вдоль всей линии соприкосновения и артобстрелы с обоих сторон. То есть идут артиллерийские дуэли с нашей и со стороны российских оккупационных войск. Все попытки, которые предпринимал противник для того, чтобы наступательные попытки наступления на нашей позиции от нашими войсками были отбиты, оказались безуспешными. И, кстати, российское командование, видимо, решив как-то компенсировать неудачи пеших атак на нашей позиции, решило попробовать продавить нашу оборону малой кровью. И сейчас, южнее Дебровы, мы наблюдаем, наша разведка наблюдает значительную концентрацию артиллерии, российской артиллерии, которая, скорее всего, будет в ближайшее время, будут они пробовать ее применять для продавливания нашей обороны с помощью своей традиционной тактики огневого вала. Ну, мы за этим четко следим, и я так понимаю, что вот те склады с боеприпасами, которые сегодня горят там в районе Сватова, это как раз наш ответ на концентрирование артиллерии, чтобы ей было нечем было стрелять, вести огонь, точнее. Кстати, у них вопросы логистики сейчас очень сильно подвисают. Бахмутское направление. Ну, вот здесь остается самая сложная, самая тяжелая ситуация. Противник не прекращает попыток захвата города. Российские войска проводят штурмовые и наступательные действия. Ну, в районе, допустим, Орехово-Васильевки и Ивановское наступательные действия российских войск оказались безуспешными. Мы отбили все атаки. За сутки на бахмутском направлении было 32 попытки атаковать наши позиции. На этом направлении враг контролирует. Ну, на сегодняшний день ситуация в самом... Если, допустим, на флангах, на северном и южном фланге, имеется в виду уже западнее бахмута, мы удерживаем коридор. Все попытки российских войск там атаковать оказались безуспешными. Мы их локализовали. То в самом городе ситуация очень сложная. И да, мы признаем, что на сегодняшний день они контролируют значительную часть города. То есть, где-то две трети восточной части. И мы контролируем всю западную часть. К сожалению, появилось подтверждение того, что здание горсовета бахмута уничтожено полностью. Есть фото доказательства этого. Окупанту продолжает давление по трем направлениям. Это в основном с севера, с востока и с юга. Главное усилие, судя по количеству атак, противник сосредотачивает на южном фланге. Вот здесь они почему-то накапливают наибольшее количество резервов. Это мы говорим про сам город Бахмут. Внутри города. Это бои за центр города. Центр города сегодня, это серая зона, которая переходит из рук в руки. И там идут интенсивные бои. Да, бои идут на центральной площади. Да, здание городского совета уничтожено. Это уже подтверждено. Но дальше противник пока не продвинулся никуда. Вот такая обстановка в Бахмуте. Авдеевка и Марьенко. Здесь тоже идут ожесточенные бои. Противник пытается атаковать наши позиции. Но все попытки противника продвинуться куда-либо оказались за прошедшие сутки безуспешными. То есть мы отбили все атаки и линия боевого соприкосновения не изменилась. Буквально накануне начала записи появилась информация, но она пока не подтверждена генеральным штабом, что на Авдеевском направлении есть массовая сдача в плен российских мобилизованных. 154 человека сдались в плен вместе с командирами. Ну подождем, пока это только информация, будем так говорить, не подтвержденная официально. Поэтому будем надеяться, что генеральный штаб подтвердит эту информацию. Или хотя бы официальные источники. Шахтерское направление. Здесь противник остается в обороне. В запорожском направлении то же самое. Идут позиционные бои, то есть перестрелки, обмен артиллерийскими ударами и иногда применяется авиация. Ну и Херсонское направление выделил его в отдельную. Почему? Потому что здесь нет позиционных боев, нет перестрелок, есть артиллерийские дуэли. И они ведутся и, к сожалению, противник обстреливает правый берег. Мы ведем контрбатарейную борьбу и пытаемся ему помешать. При этом на всю глубину досягаемости наших огневых средств пытаемся нанести противнику поражение. Особенно в его логистике и в его материально-технических запасах. Далее продолжается геноцид российских оккупационных войск против украинцев на оккупированных территориях. Они стараются на сегодняшний день, российские войска стараются вычистить все, что касается Украины. Запретить, вплоть до того, что я так понимаю, что еще немного они начнут запрещать общение на украинском языке. Они уничтожают книги, они в школьной программе уже привезли свои учебники со своей историей. И полностью убирается украинская идентичность в жесткие меры по введению документа оборота, паспортизация и так далее. То есть идет полнейший геноцид со стороны оккупационных войск. Также идет контроль за местным населением, постоянные облавы, комендантские патрули, проверка телефонов, проверка на лояльность и так далее. Вот такая вот обстановка на оккупированных территориях, особенно в южных районах Украины. Там, где в принципе всегда было наоборот такое, будем говорить, украинское коренное население, не пророссийские настроенные. Вспомните тот же Херсон, как люди противостояли вот этой российской оккупации. Так что там, как в глубоком тылу оккупированных территорий, так и на линии фронта ситуация на сегодняшний день остается очень тяжелая и довольно сложная. Ну и в конце, конечно же, урожай. Урожай, который собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки. А именно за прошедшие сутки силами обороны Украины уничтожено личного состава 530 человек российских оккупационных войск. Танков 8 единиц, боевых бронированных машин 6 единиц, артиллерийских систем 3 единицы, реактивных систем залпового гла. Огня 1 единица уничтожена, беспилотники оперативно-тактического уровня 15 уничтожено. Ну а также автомобильной техники и автоцистерн 9 единиц. Вот такой урожай собрали за прошедшие сутки силы обороны Украины. Это что касается военных новостей на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и поговорим немножко о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. В ходе, несмотря на то, что война, несмотря на то, что ситуация довольно тяжелая, у нас происходят политические события, которые имеют далеко идущие цели и соответственно будут иметь последствия в дальнейшем после окончания, после нашей победы в этой войне. Украина и Румыния проведут в Бухаресте первую черноморскую конференцию по безопасности международной крымской платформы, сообщило Министерство обороны Украины. Мероприятие состоится в рамках международной крымской платформы, механизма направлена на деоккупацию Крыма, восстановление черноморской, европейской и глобальной безопасности. Ну, я так понимаю, что там же будут обговариваться и вопросы безопасности именно стран черноморского бассейна. Так что это первая такая конференция в таком формате и у нас с Румынией очень много общего. Начиная с границы по реке Дунай, ну и в нашей акватории исключительно экономическая зона Румынии граничит с исключительно экономической морской, имею ввиду морской зоной Украины. Поэтому у нас очень много общего и такая конференция будет только способствовать дальнейшему развитию отношений и безопасности в стран черноморского бассейна. Далее состоялся обмен пленными, очередной обмен, ну правда количество вернувшихся домой военнослужащих 12, точнее 10 военнослужащих и двое гражданских. 10 это бойцы различных подразделений и двое гражданских из села на Харьковщине и на Донеччине. Вот такой обмен, в том числе среди обмененных военнослужащих есть и тяжелораненые, которых удалось включить в списки для обмена и действительно обменять. 5 тяжелораненых украинцев, этих 12 человек российская сторона передала как ответ на единоличную передачу Украины 24 марта всех тяжелораненых российских военнослужащих, которые находились у нас в плену. Всего за время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину было обменено 2005 человек. Ну еще ни одна сотня, даже ни одна наверное тысяча находится до сих пор в плену и к сожалению я уже рассказывал неоднократно о том, что переговоры по обмену военнопленными идут очень и очень туго. Российская сторона никак не хочет идти на эти вопросы. Своих не интересует, а наших они отдавать не хотят. Вот такая вот ситуация. Ну у нас, я так понимаю, что мы любим создавать себе вот такие, ну я бы сказал, ну не кумиров что ли, а какие-то мемы, которые возводим в ранг святыни. И я так понимаю, что ситуация с передачей нам авиации уже дошла до того, что ну это, ну будем так говорить, перехлестывает немного край. Поэтому я смотрю, что министерство, генеральный штаб пытается разъяснить через пресс-секретарей или пресс-офицеров разъяснить ситуацию с авиацией. Ну вот, что ситуация у нас в принципе довольно неплохая. И вопрос там передачи истребителей, она или их не передача, что это не критично на сегодняшний день. Благодаря помощи наших союзников на вооружении вооруженных сил Украины уже есть пять бригад истребителей. Пять, три бригады, три из которых вооружены самолетами МиГ-29 и две бригады на Су-27. Так что есть у нас авиация, это не то, что дайте нам самолеты, иначе у нас нет авиации. Нет, у нас есть авиация и она работает. И кстати, мы ее постоянно наблюдаем, особенно когда истребительную авиацию, когда идут вот эти атаки шахедами. И одесситы сегодня ночью слышали нашу авиацию в небе, потому что истребители могут бороться с шахедами, могут их сбивать. И на Киевщине было слышно, когда были атаки по Киеву этих шахедов. Они патрулируют небо, они помогают системам ПВО сбивать цели в виде шахедов. Польша и Словакия в целом планируют передать Украине 33 самолета. Это практически еще одна бригада. Еще одна. И в основном это МИГи 29-е. 20 МИГов мы должны получить от Варшавы и 13 от Братиславы. Примерно по 4. Ну 4 тут точно от Словакии мы уже получили, об этом заявлено официально. И Польша начала передачу. Количество самолетов пока не указывается. Я думаю, нам это не стоит указывать. Потом скажут, что все уже передано. Поэтому не переживайте у нас с передачей этих машин. У нас появится плюс еще одна бригада на самолетах МИГ 29. Отличие того в том, что эти самолеты, они более модернизированы, чем те, которые у нас есть. И они адаптированы под применение натовских образцов вооружения. Вот такая ситуация на сегодняшний день в авиации. Поэтому, может быть, поэтому генерал Миль, точнее Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов, и говорит, что сейчас не время для передачи Ф-16 Украине. Может быть и поэтому. Вот когда обнародовал, генеральный штаб обнародовал такие цифры, мы теперь прекрасно понимаем, что да, может быть, сейчас и не время цепляться за Ф-16, а надо формировать ударную группировку для проведения контрнаступательных операций по освобождению наших территорий. Почему? Потому что те спутниковые снимки, которые сейчас гуляют в сети, о наличии инженерных сооружений, линии обороны противника, которые он готовит на оккупированных территориях, они довольно, я бы сказал, серьезные, требуют детального анализа и внушают некоторые даже опасения. Вот на что бы сегодня надо было обратить внимание. Ну и сегодня, да, годовщина образования НАТО, 74-й день рождения НАТО, 74 года, как существует Североатлантический альянс, и в этот день, как бы в день рождения, вот такой вот подарок, Путин преподнес подарок НАТО, в НАТО вступила Финляндия. Почему говорю Путин? Потому что только благодаря его усилиям, меньше года понадобилось Финляндии со времени подачи заявки до полноценного юридического присоединения к НАТО. В день рождения НАТО Финляндия была официально принята 31-й страной в состав НАТО. Вот такая вот, поэтому такая вот благодарность. Я думаю, что финны выскажут свою благодарность Путину, что он так хорошо, быстро ускорил этот процесс. Вот. И несмотря на трудности, которые там в течение года вызваны Турцией, сегодня в Брюсселе официально состоялось подписание документов министрам иностранных дел Финляндии. Так что последним, предыдущим государством, которое присоединилось к НАТО, это была Северная Македония. Это произошло 27 марта 2020 года. То есть три года назад. Ну, я думаю, что за Швецией не зарзавеет. Скорее всего, Турция вернется к рассмотрению вопроса ратификации вступления Швеции в НАТО. Это будет примерно летом, потому что 14 мая в Турции пройдут президентские выборы. И все будет зависеть от... Ну, я думаю, что вопрос будет решен. Давайте так. Не будем привязываться к выборам, к их результатам. Останется Эрдоган или будет новый президент Турции. Это покажут выборы. Но я думаю, что в любом случае этот вопрос будет решаться. Новым президентом или новым старым президентом. Не важно. Все равно вопрос будет решаться. НАТО не даст забыть, Шведы не дадут забыть Турции. То, что надо рассмотреть вопрос вступления, ратификации, точнее, вступления в Швеции в НАТО. У них пока немножко зависло. Ну и вот то, что я говорил, что приз великого геополитика достается Путину. Почему? Потому что защищаясь от расширения НАТО на восток. Помните, ультиматум в декабре 2021 года был выдвинут ультиматум, что НАТО должно вернуться на границы 1997 года. Так вот, и 24 февраля Путин обосновал вот это массированное вторжение тем, что он защищается от НАТО. Они получили почти 1300 километров границ с НАТО. Это все прямые последствия действий Путина в Украине. Именно наша война, именно массированное вооруженное вторжение России привело к тому, что на сегодняшний день НАТО приняло в свой состав Финляндию. Причем Финляндию, которая граничит с Российской Федерацией. Такой огромной границей. И Финляндию, которая имеет довольно, я бы сказал, не последнюю армию, а может пятерки лучших армий и боеспособных армий в составе войск НАТО. Вот такие вот военные политические новости произошли в Украине и вокруг нашей с вами страны. На этом мы первую часть нашего видео закончим. Я по традиции сделаю паузу. Кто не подписан, приглашаю подписаться. Все, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И чтобы вы могли увидеть как можно большее количество людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее. Добрый день. Есть вопрос. Если будет массированный пуск С-400 с территории РБ, будем ли мы отвечать на эти удары ударами по установкам? Думаю, что да. Я думаю, что на сегодняшний день одна из причин того, что с территории Белоруссии не летят ни ракеты, ни снаряды, заключается именно в том, что некий паритет. Соблюдается паритет. Белоруссия не допускает ударов, огневых ударов по нашей территории. Со своей территории мы не наносим удары в ответ. Здесь, кстати, ситуация, мне кажется, ситуация как бы в балансе, находится в равновесии. И такая договоренность, скорее всего, существует. Гласная она или не гласная, сказать очень трудно. Но я думаю, что если опять российские ракеты полетят с территории Белоруссии, то в этом случае мы можем ответить. И, скорее всего, наверное, ответим. Поэтому они и не летят на сегодняшний день. Уже много раз задаю вопрос. Топливо при полете ракет и при взрыве ядовито или выгорает полностью? И то, и другое. Оно в момент взрыва ядовито, а в первые секунды своего распространения, ну, потом оно, естественно, выгорает. То, что разбрызгивается и может еще сохранять какое-то время, может сохранять токсичность. Кстати, не знаю, понятно, что официального подтверждения нет, но офицеры-ракетчики рассказывали, что во времена войны в Афганистане в ракеты комплекса Эльбрус, скады так называемые, заправлялись, ну, она заправленная летит, пускались на минимальную дальность, то есть 50-70 километров, и за счет разлива топлива тоже наносили вред афганским, ну, тогда маджахеды были, вот, тогда талибов еще тогда не было в помине, вот, ну, в том числе, особенно в условиях горной местности, это да. Поэтому оно не стойкое, это соединение, оно быстро очень выпаривается и разлагается на открытом воздухе, но, тем не менее, оно токсично и опасно, если оно не выгорает. Если же оно в результате взрыва, та часть ракеты, в которой находятся топливные баки, попадает под воздействие пламени, взрыва, то, естественно, топливо выгорает. Если же ее отбрасывает взрывной волной и баки просто разрушаются, топливо вытекает, тогда, да, оно тяжелее воздуха, оно распространяется по земле, пары этих ядовитого топлива, естественно, действуют как ядовитое вещество. Но, видите, это должно происходить на открытой местности. Когда ракета попадает в здание, то там взрыв в замкнутом пространстве, естественно, там все выгорает, и только пороховые нагары или пороховые газы, или продукты горения в результате взрыва могут причинить вред здоровью человека. Ну, если его не заденут осколки от этого взрыва. Я вот одно не могу понять. Про корабли в Черном море. Когда, куда они уплывают у вас постоянно, то четыре корабля, то два, если это Черноморский флот, они возвращаются в гавань. Они, смотрите, есть порты, в которых они дислоцируются. Это в основном, в основном это Севастополь и Новороссийск. Два основных порта, в которых располагаются эти корабли. Им надо, допустим, после залпа калибров, им надо загрузить эти калибры. У них довольно, у корветов небольшой боезапас. Поэтому после каждого залпа им надо прийти в порт, загрузиться. Плюс у них дальность похода довольно, или продолжительность похода тоже довольно небольшая. Поэтому им надо что? Пополнить топливо, воду и продовольствие. И они уходят в порты. Когда они находятся в портах, с акватории порта они огневые ракетные удары не наносят. Было летом несколько раз, когда они выходили на рейд перед портом и оттуда наносили удары. Из Севастопольского порта они с рейда наносили удары. А так они выходят, у них в Черном море есть район боевого дежурства. Они выходят в этот район и там дрейфуют в этом районе. Дрифуют или там перемещаются. Все зависит от тех заданий, которые они выполняют. Тренируют экипажи и так далее. Если поступает команда. И вот это считается корабли в готовности к применению. Мы их считаем, эти корабли, которые находятся на боевом дежурстве. Они в готовности нанести ракетный удар. Как только получат приказ. Потом, когда необходимо либо перезарядку после залпа, как я уже сказал. Либо необходимо пополнение запасов на самом корабле, на том же корвете. Или на той же подводной лодке. Лодки же дизельные, они же далеко не могут уходить. Нет в акватории Черного моря атомоходов, которые по 11 месяцев могут находиться в автономном плавании. Нет, таких лодок нет в Черном морском флоте. И вот эти носители уходят. Или группа кораблей уходит. Допустим, их вот сегодня 7 кораблей. Из них 3 носителя ракет-калибр. Завтра поступит приказ оставить 2 корабля на боевом дежурстве. Остальные уйти в гавань. Они их убирают оттуда. Вот туда они и уплывают. В порты приписки или в моряков порт приписки. У сухопутчиков пункт постоянной дислокации, а у моряков порт приписки. Вот они в этот порт и уходят. На базу. Так можно выразиться. Приветствую. Наверняка сегодня расскажете об атаке драндулетов по Одессе и области. Ночью в небе был ад. Видели и слышали экшен в небе. По звукам, скорее всего, в небе летали наши птички, истребители. Мой вопрос. Что за звук, похожий на звук вертолета, был после сбития цели? Это может быть звук падения сбитого шахеда. Дело в том, что если он начинает закручиваться в штопор, то может или делать переворот через крыло в результате повреждения фюзеляжа, то может создаваться такой вот звук, похожий на работу вертолета. Также может изменять свой звук работающий мотор пикирующего или сбитого шахеда. Если мотор был поврежден, естественно, звук может измениться. Он может не заглохнуть, но звук может измениться. Так что, вы знаете, я вам скажу, когда вот такой, как вы пишете, экшен в небе, когда там кромешный ад творится, средства ПВО работают, авиация носится, сбивая эти дроны, дроны летают перед тем заходом на цель, делают там круги, развороты, то, конечно, там точно по звуку сказать, что там происходит в небе, практически невозможно. Это может только установить, точно может установить экспертиза после рассмотрения результатов работы систем ПВО того же сбитого дрона. Ну, обычно вот такой немножко фыркающий звук, как мы слышим при работе лопастей вертолета, если такой, то это мог быть вращающийся, падающий сбитый дрон, мог издавать такой звук. А вообще, конечно же, очень хорошо, что так поработала наша, что сбито 13 дронов из 16 долетевших до Одессы и Одесского района. Это очень хороший результат. Доброго времени суток. Как вы считаете, расконсервация и ускоренная переброска устаревшей техники Т-55, Т-54, хитрый обманный план Генштаба Аркастана, когда наши войска пойдут в контрнаступление, вкопанные в землю по башню танки Т-54 и Т-55, могут замедлить наше наступление и ввязаться в позиционные бои, а где-то там в тылу могут находиться танковые бригады, механизированные корпуса современных танков Т-72, Т-80, которые в самом же неожиданном месте смогут нанести контрудар, который повлечет потери в пехоте, технике и остановит наше наступление. Генштаб Вооруженных сил Украины и Валерий Залужный рассматривают возможный сценарий или у нашей разведки все в порядке по стратегической и оперативной ситуации на фронте и в тылу врага. Я думаю, второй вариант. У нашей разведки все в порядке на фронте и в тылу врага. Если мы в открытом доступе публикуем спутниковые снимки, на котором изображены районы обороны, созданные противником, то есть мы знаем все построения окопов, естественно, мы знаем и расположение резервов. Мы знаем, допустим, что после нескольких ударов, даже доставая до Мелитополя, мы знаем, что оттуда вывозят сейчас остатки боеприпасов, противник вывозит, пытается рассредоточить их. Мы внимательно наблюдаем, где он их будет рассредотачивать. Вывозят остатки горюче-смазочных материалов, потому что мы там очень сильно проредили их склады. Так что мы все это наблюдаем. Нету противника. А современных танков Т-72, Т-80 у противника нет. Кстати, если верить российским пабликам, слава интернету, скажу так, то если верить российским пабликам, то Уралвагонзавод за февраль месяц выдал 6 танков на гора. 6. Это Т-72 советского образца, который завод смог более-менее восстановить, завести, надеть на них активно-реактивную броню, поменять прицел, поставить прицел с ночной ветвью, и поставить радиостанцию. Все. Вот это модернизация. 6 танков. Ну, опять же, это если верить российским пабликам. Россияне сами, одни хвастаются, другие говорят фу-фу-фу, что это за завод, который всего-навсего 6 танков за месяц. Вот вытянули эшелон, они даже, там, фотка гуляет по их сетям социальным, что маневровый вытягивает эшелон, 6 танков стоит. Это Уралвагонзавод. А вы говорите, а современных нет. Мы все по... 3,5 тысячи танков, все выбито. Они сегодня пересаживаются на более старые модели. Поэтому там резервы из современных танков нету 100%. 55-ки и 62-ки, они закапывают, вы абсолютно правы, скорее всего, они закапывают, делая укрепрайоны по башню, загоняют их в окопы, по башню закапывают, чтобы сделать, ну, как укрепрайон. Танки будут в роли артиллерии. Ну, я ж... Судя по тому, что я вам рассказал из открытых источников, что мы даже публикуем спутниковые снимки окопов, так нам показывают только те снимки, которые там крупного, точнее, мелкого масштаба, вот, где там на одном снимке полукраины. А поверьте, у тех, кто эти снимки обрабатывает, у них же крупный масштаб. Они же там видят, до солдата автомата в этом окопе, могут посчитать, сколько танков зарыто, на каком направлении и каких. Понятно, что мы же не будем идти, наступать на эти грабли и идти в лоб на эти закопанные танки. Нет, конечно же. У нас совсем другие планы. Мы идем совсем в другом направлении. Так что, вот такая вот примерно ситуация. Почему в танках до сих пор преобладает оружие кинетического типа, пушка? Почему не переходят на соответствующим образом и не вооружиться ракетами, как в случае с машинами Брэдли, например? Если бы поставили много пусковых установок типа Джевелин вместе с автоматом заряжания, вроде у ракеты выше попадания и точность и гарантированный урон, при этом снаряд может не пробить броню, отскочить, промахнуться в критическую точку. Привет из Литвы. Вопрос, автоматический перевод ГУП. Смотрите, дело в том, программа ракетных танков, она неоднократно поднималась в мире. И первые программы ракетных танков были еще в 30-е годы, когда только зарождалось танкостроение. Потом к этому возвращались в 60-е годы. Кстати, при Хрущеве в 68-м году, по-моему, закрыли последнюю программу ракетного танка. Это нецелесообразно. Почему? Потому что направляющая ПТУРа может быть... Во-первых, ПТУРы намного больше. Их для танка и количество их в боекомплекте очень малое. Во-вторых, вот этот механизм заряжания ПТУРа, он полностью меняет конфигурацию танка. Для образца посмотрите изделие, погуглите, посмотрите изделие Штурм-С и Хризантема. Штурм-С это советский, на базе МТЛБ. Вот типа такой легкий, на базе МТЛБ, ракетный танк. Ну, танком, конечно, МТЛБ назвать очень отдаленно можно. Точнее, вообще нельзя. Но, тем не менее, принцип вот тот, который вы говорите. Так вот, в МТЛБ Штурм-С, у нее барабан на 12 ракет. В середине. Так это вся система занимает всю машину. Это первое. Второе. Ни Советский Союз, ни Российская Федерация за свои 30 лет независимости не смогли создать ПТУР третьего поколения, типа «Джевелин». То есть, пустил и забыл. Такого ПТУРа в России нет. Все ПТУРы полуавтоматические. Все ПТУРы второго поколения. Надо его сопровождать, этот ПТУР. То есть, держать перекрестие на цели. В движении это делать практически невозможно. Значит, надо что? Останавливаться. А вот, допустим, модернизировать сам танк и модернизировать снаряд ПТУРа, это очень хороший выход. Когда ПТУР помещается в боеукладку танка, как штатный боеприпас. И танк, имеющий возможность вести огонь из пушки, и, кстати, да, «Джевелин» 2,5 километра и все. И ку-ку. А если цель 3 километра? А если цель 5 километров? Прямая видимость. И эта цель до вас достает. Допустим, БМП-2 с 5 километров попадает в дорожный знак при хорошей обученности оператора. Я это видел своими глазами на полигонах в ГДР, когда служил. Когда пехота там показывала, советская тогда пехота показывала натовцам, что такое БМП-2. Они там снимали шапки. Вот. Поэтому, а танк что? 2,5 километра и все? Ку-ку. А так, танковая пушка, современный танк Т-72, где-то от 9 до 12 километров, дальность стрельбы. Даже может стрелять в закрытых огневых позиций, как артиллерия. Да, там точность хромает, но все равно. Плюс в боевые укладки танка порядка 40 снарядов плюс-минус. А если еще в эти снаряды, вместо пятерки снарядов положить 5 ПТУРов, и ПТУРом через ствол. Зачем? И тогда зачем? Программа, ну еще раз говорю, ракетный танк, это, от этого отказались все страны. Все, все, кто пытался это делать, все отказались. В Советском Союзе, я вам уже привел пример, дважды. В 30-е годы создание ракетного танка отказались, и в 60-е годы тоже отказались от этой. Была возрождена программа после войны, и все равно от нее отказались, и проект закрыли. Так что танки с пушками, это огневая мощь, а еще плюс ПТУР через ствол, это еще лучше. А ракетный танк, это, ну будем так говорить, неэффективно, даже на сегодняшний день, даже при сегодняшних современных технологиях. Очень низкая эффективность. Витамия злотвы. Планирующие бомбы, если на них поставить еще и противорадарный слой, это оружие, оно не разгромит Патриот. Когда планирующие появились у орков, может те израильские радары, которые передает Литва, надо ставить рядом с Патриот, еще и гепарды поставить, говорили, что они летят до 70 километров. Но если их повесить на МиГ-31, как при запуске кинжала, который разгонит ее до трех махов, пуска не будет видно. А МиГ будет не в радиусе Патриот. Смотрите, во-первых, Патриот не располагается так близко к линии фронта. У Патриота дальность 100 километров. Зачем его ставить в зоне поражения тех же планирующих бомб? Это нерационально. Поверьте, я не думаю, что такое будет. Патриот будет стоять как раз вот... Это первый момент. Второй момент. На МиГ-31 точно не поставят. Точно. Объясню почему. Потому что МиГ-31 самый скоростной самолет. И он довольно тяжелый самолет. Истребитель, перехватчик. Для боевого разворота МиГу надо примерно 50-70 километров. 50 это минимальное, как говорят летчики. Меньше 50 километров МиГ не развернется. Так вот, смотрите, считаем арифметика. Арифметика Пупкина с картинками. Первый класс, вторая четверть. Дальность планирования бомбы 70 километров. МиГу, чтобы не попасть в нашу зону ПВО, то есть для того, чтобы не перелететь линию фронта, ему надо минимум 50 километров для боевого разворота. И то, я не уверен, что это боевой разворот на максимальной скорости. Может быть и больше радиуса разворота. Если идти на максимальной скорости, а у него максимальная скорость, как нам уточнили летчики, 2,8 маха, почти 3 скорости звука. Понимаете? Поэтому на МиГ-31 точно не поставят. Это тяжелый самолет, он не успеет развернуться. На другие самолеты могут поставить, они более маневренные, меньше у них скорость. Типа Су-35, типа Су-24. Но сброс этих бомб на такой скорости, я думаю, что нецелесообразен. Опять же, повторюсь, они будут залетать в зону ответственности нашего ПВО. Поэтому дистанция их сброса будет довольно большая. Километров 10-20 от линии фронта. Для того, чтобы самолет успел отвернуть. Потому что более легкому самолету и с меньшей скоростью надо меньше радиус боевого разворота, чтобы уйти от наших ПВО. И это получается, что на дальность поражения остается сколько? 50 километров. То есть в глубину до 50 километров. Я не думаю, что наше командование поставит Патриоты ближе 50 километров к линии фронта. Вот вам ответ. Вот вам ответ на этот вопрос. Так что, да, с бомбами бороться очень тяжело. Их могут увидеть только радиолокационные станции. Но и Патриоту будет тяжело увидеть эту планирующую бомбу, потому что она для него малоразмерная цель. Очень малоразмерная. Для Гепарда это как раз та самая цель. Ну и еще раз повторюсь, мы же не знаем, я не думаю, что эти бомбы можно сбрасывать на сверхзвуковой скорости. Вот, кстати, это очень интересный вопрос. Я обязательно его посмотрю, прозондирую и скажу вам, на какой скорости примерно сбрасываются эти бомбы. Я не думаю, что... Скорее всего, на дозвуковой скорости. Потому что после преодоления звукового барьера там меняется аэродинамика. И я не уверен, что эта бомба может лететь со сверхзвуком. Или планировать, точнее планировать со скоростью сверхзвука. Так что, нет, такой вопрос, как вы написали, вряд ли на сегодняшний день возможен. Здравствуйте! Вы как-то рассказывали про радары, которые Российская Федерация начала ставить на крышах. Что при наведении на лес или деревья желтеют листья, хвоя, гибнут птицы. А мы можем такими радарами навести на те позиции, где орки засели? Невидимое оружие. Нет, не можем. Смотрите, объясню почему. У радиолокационных станций луч довольно узконаправленный. Широкополосные активного типа РЛС, которые вот... Они дают излучение и ловят отраженный сигнал. Таким образом, это называется активный режим. И сектор, как правило, по которому распространяется луч, как правило, небольшой для того, чтобы получить максимально. Если антенна опускается вниз, то да, вот при активном режиме РЛС там действительно могут пожелтеть деревья, особенно хвойные реагируют на это. И действительно человек или там животное, попавшее в эту зону, может получить ожоги. Кстати, принцип работы в этом случае принцип работы антенны, это примерно как принцип работы магнетрона в микроволновой печи. Если туда посадить живое существо, оно заживо просто сварится изнутри. Вот тот же самый эффект. Но он не значит... Чем дальше от антенны, тем он слабее. Максимум там ну 100, ну 200 метров от антенны могут пожелтеть деревья или может быть нанесет вред человеку или животному. Почему? Потому что дальше луч рассеивается и мощность антенны падает. Но, чтобы вы понимали, что такое активная радиолокационная станция. Представьте, что вы прячетесь в комнате, в которой выключен свет и вдруг кто-то включает фонарик. Вот точно такой же эффект, если включить радиолокационную станцию в зоне вообще включить на активный режим работы. Это как включенный фонарик. Ее сразу же видно. Сразу видно этот луч, который она излучает. И первое, что будет сделано, а если вы говорите придвинуть ее к окопам, ну это, конечно, утопия. Вот то предложение, которое вы предлагаете, это утопия. Эту РЛС просто снесут с лица земли сразу же. Как только она включится, ее сразу же снесет российская артиллерия. Олег, скажите, пожалуйста, российская пресс-служба заявляет о том, что из, допустим, шести выпущенных Хаймарс на Мелитополь пять сбили и лишь один долетел до Депо. Скажите, это вообще возможно сделать имеющимися у них в наличии средствами? Или это полный фейк, или частичный? Есть ли у них средства для сбития реактивных снарядов Хаймарс? Или это возможно только такими продвинутыми средствами, как железный купол? Заранее спасибо за ответ. Ну, практически, как всегда, в вопросе содержится сам ответ. В Российской Федерации ПВО может быть чуть-чуть лучше было по советским меркам нашего, а так у них тоже никакой возможности нет бороться с баллистическими ракетами, ну и сбитие реактивного снаряда это, конечно же, фантастика. Это такая космическая фантастика, никто не может сбить. Железный купол имеет вероятность, определенную степень вероятности по сбитию реактивных снарядов. Он может потягаться по сбитию реактивных снарядов, выпущенных с таких вот установок. Но в России никаких таких средств нет. И все, что они рассказывают, что Маса сбил, Атунгу, Панцирь сбил. Это все сказки венского леса. Вот так бы я это назвал. Поэтому не верьте. Им надо что-то говорить. убить. Они кстати в российской армии очень такое укоренившееся мнение, что если Хаймарс, то все, это кранты. Надо текать. И вот для того, чтобы подбодрить свои войска и подавить такие панические настроения, они и рассказывают вот такие сказки, что но они не могут сказать, что мы сбили все Хаймарс. Потому что все равно взрыв депо же был, что-то же взорвалось, что-то же прилетело туда. Местные это точно знают, сколько взрывов было, потому что они пальцы загибали, когда рвалось в депо в том же Мелитополе. А официально Министерство обороны смело рапортует, что из шести Хаймарс пять было сбитых, но один к сожалению достиг цели. Да нет, нифига, все шесть достигли цели, все шесть взорвались. Там куда их отправили. Точно так же, как Антоновский мост они защищали. Каждый раз докладывали, что все Хаймарс сбиты, а разведка показывала фотографии, и местные выкладывали в социальные сети фотографии с дырками. И мы считали эти дырки. Сколько дырок сегодня появилось после налета Хаймарс. Почему-то количество дырок и количество выпущенных снарядов как правило совпадало. Так что они там сбивали очень трудно сказать. Что там наверное сбивали. Чи можливый вариант закинчения войны в Украине так же как РСР с Афганистаном. Добровольное выведение войск или доброе воле из всей территории Украины и вероятность кордона в 1991 году. Вероятность такая существует. Она очень маленькая, но она существует. Но это вероятно такой вариант возможен только в случае смены политической системы Российской Федерации. Если Путина и его окружение отстранят от власти каким-либо способом, то тогда новый либерал демократическое или какое-то руководство России может пойти на такой шаг и скорее всего пойдет на такой шаг для того, чтобы перед внутренней аудиторией сохранить жизни военнослужащих и сказать, что мы вернули вам их живыми и здоровыми. А с другой стороны, в обмен на полный вывод войск с территории Украины в обмен на полный вывод российских войск с территории Украины получить отмену санкций со стороны западных стран. Ну и естественно далее это все будет подкреплено договорными обязательствами и всем остальным. Так что вот такие вот вот такой вот вот такой вариант ну и полностью его исключать я думаю что не стоит. Он возможен. Вероятность довольно низкая потому что пока что я не вижу что реальности да там брожение идет как бы процесс брожения запущен недовольство растет среди элит и даже среди окружения Путина но пока что все держатся за этого вождя потому что скорее всего проблема даже не в том чтобы отстранить Путина от власти проблема в том что никто не хочет брать на себя ответственность они боятся скорее всего а кто вместо Путина кто вот пока они не определятся с этим ответом до тех пор не будет конкретики в плане возможности такого сценария как вы сегодня сказали ну что ж на этом мы наверное с вами вторую часть нашего видео закончим нас остается третья часть нашего обзора я немножко меняю название поэтому проскакивают старые варианты названия но ничего привычка это дело времени третья часть это комментарии пожелания и приветствия которые вы прислали к предыдущим видео и первое такое комментарий будет прозвучить следующий россияне утверждают что хрущев подарил крым украине но совсем забыли и не вспоминают что хрущев в том же году забрал у украины кубань плодородные земли и присоединил к эрефии по факту разменяв одну территорию на другую вот так вот хрущев подарил украине крым да это кстати правда слабожанщина это была украина и хрущев произвел размен землями никто никого не не обделил так что если подымать исторически подымать факт то и крым возвращать состав рссср то надо вернуть в состав украины те земли которые перешли тогда были отделены от украины процесс стабилизации цен на бензин и нефтепродукты больше на топливо которым пользуется население страны то есть бензин правительство может снизить налог на продажу этого топлива в данное время войны а война мировая как бы ни говорили по другому некоторые сми это сделать правительство может как у нас в канаде уже делалось чтобы снизить цены для населения если мировые если мировые вырастут тем самым утрут нос востоку который похоже играет на руку путлера сша может это сделать тоже особенно во время праймерис или выбора в двадцать четвертом году так что волноваться рано посмотрим что будет но если что и будет то возможно можно и сэкономить например на одну поездку сделать все покупки и еще разные дела для себя и семьи вот такой вот вариант того что у нас кстати тоже снижен акциз на топливо но почему-то некоторые некоторые наши заумные именно так назову заумные экономисты говорят что это была ошибка снижения акциза на топливо то есть они хотят а топливо это ценообразующий ну как бы фактор и хотят с первого июля вернуть акциз на довоенный что повлечет за собой рост цен на все начиная от топлива и заканчивая там продуктами питания так что ну у нас страна экспериментальная постоянно ставим сами на себе эксперименты далее они размещают ядерное оружие чтобы побудить запад таким же действием и потом это приведет к переговорам и договоренностям поэтому не надо реагировать на провокации паналежи вы не прави паналежи стосовно капустиного яру между двумя ядерными полигонами капустин яр что находится у Волгоградской области та Семипалатинском что на сходе Казахстану понад 2,5 тысячи километров под Семипалатинском сидел своего часа у задраяному танку Т-54 мій батька у середине 50-х роков під час випробування ядерної зброї у 25 километрах від епецентру вибуху після цього за декілька років два з чотирьох членів екіпажу важко захворіли один з них потім помер да я имел ввиду Тотський лагеря не Семипалатинский полигон Тотський лагеря он тоже полигон на котором испытывалось ядерное оружие ну кстати вот то что вы говорите что ваш отец сидел может быть в танке в 25 километрах от ядерного взрыва в Семипалатинске нет там насколько я знаю вот эти учения учения когда прогоняли войска 40 тысяч военнослужащих прошли через эпицентр ядерного взрыва настоящего ядерного взрыва эти учения проводились под руководством Жукова именно в Тотських лагерях и полигон был заражен именно естественно никто не проводил никакие рекультивационные работы а потом туда приезжали войска и тренировались на этом же полигоне вот там да такие проводились а вот на Семипалатинском полигоне там проводились испытания но чтобы с участием людей животных да я знаю выставляли на ядерные взрывы ну может быть Советский Союз вообще такая была страна чудесная что могли действительно экипажи посадить в танки для того чтобы посмотреть как танкисты получат какую танкисты получат дозу облучения в результате ядерного взрыва Слава Можливо уже пора распочаткувати процедуру вручения десь на території Московии або ближе поки что живым и недобитым вагнеревцам разом с их опущенным ватажком статуэток або бюстів за временное взятие участка земли который остался под руинами Бахмутского горсовета тем больше недавний досвид такой процедуры показывает что эффект просто бомба вот такой шутливый ЧВК Вагнер создал Дмитрий Уткин подполковник запаса спецназа ГРУ и назвал ЧВК по своему позывному Вагнер ну и вот еще одна версия я знал что этот самый я думал что я читал версию что это фамилия его была и что он вроде как был полковником ну каждая версия имеет право на жизнь так что вот вам еще одна версия почему именно ЧВК Вагнера и при этом ни Ницше ни какие-либо другие варианты отношения отношения к композитору не имеет или к названию этой организации кстати ну называть ее частной военной компанией нельзя потому что российское законодательство этого не предусматривает это либо незаконно вооруженное формирование либо это организованная преступная группа вооруженная мы жестокое звереё в наших жилах все еще течет темная кровь и злая рабья кровь ядовитое наследие татарского и крепостного ига нет слов которыми нельзя было бы обругать русского человека Максим Горький жаль что 200 тысяч убитых российских оккупантов так уже и не узнает в чем был план бункерного деда вот такая вот что будет с Калининградом если Германия раздаст паспорта жителям области немецкое правительство решит вернуть Кенигсберг по аналогичной схеме Крыма сначала Германия начнет выдавать паспорта жителям Калининграда и области в первую очередь пенсионерам и бюджетникам далее они начнут платить немецкие пенсии и пособия в евро а также выдавать ипотеку как в Германии под 2-3% немецкие флаги начнут появляться во всех российских ракетных базах очень хороший комментарий хотел сначала его прокомментировать в том плане что лучшая подружка Путина фрау Меркель будучи канцлером на первые же выступления вот последнего по-моему при ней созыва Бундестага там где по-моему новая Германия партия сделала заявление что Кенигсберг надо возвращать это наши земли и аренда давно закончилась на 49 лет на что она сказала что мы не потянем возвращение Кенигсберга и мы не претендуем уже на эти то есть она она фактически отреклась от немецких как Путин любит говорить исконных немецких земель видимо в пользу своего лучшего друга Путина вот но и еще хотел прокомментировать что ну вот я служил в ГДР и потом через 25 лет 25 лет мы приехали туда на экскурсию туристами просто посмотреть что стало и как я вам скажу что ФРГ не вытянуло так земли восточной земли земли ГДР так и остались ниже в социальном уровне намного ниже чем Западная Германия не дотянули да инфраструктуру подлатали да выровняли немножко пенсии но по зарплатам проблемы и по по уровню развития тоже проблемы не потянула немецкая экономика как бы вытянуть эти земли на уровень жизни Западной Германии это факт вот еще напоминание что вы ошиблись Капустин Яр находится в Астраханской области Асемипалатинск на востоке Казахстана вы наверное имели ввиду Тотский полигон да я уже об этом сказал и что действительно Тотские лагеря еще так военные называют этот полигон Оренбургской области Доброго здоровья хочу не согласиться с вашим мнением по поводу тактического ядерного оружия я служил на ракетном комплексе Луна-М дальность до 80 километров вычислителем максимально возможным вариантом боевой задачи был залп четырьмя установками дивизиона по 200 килотонн каждая Хиросима 13-18 килотонн тротила из Википедии при этом развернутая танковая дивизия противника должна была прекратить свое существование так в чем не этот самый в чем вы не согласны вот непонятно кстати если вы служили вычислителем то я немножко позволю напомнить у меня отец был командиром этого дивизиона такого дивизиона комплекса Луна-М причем он начинал карьеру ракетчиков командиром командиром взвода и дошел до командира отдельного ракетного дивизиона и был на Луне служил комплекс Луна сначала был на гусеничной базе а потом они поменяли на комплекс Луна-М на колесной базе ЗИЛ-135 ЛМ колесной формулой 8 на 8 так вот дальность 70 километров 20 минимальная 70 максимальная коэффициент кругового отклонения 700 метров и вот вы не написали в чем 200 килотонн чего тротила или 200 килотонн мощность Хиросима 13 вы написали 13-18 килотонн тротила здесь ну наверное тоже 200 килотонн тротила так вот 4 4 ракеты это 4 4 района полковых района могло быть поражено конечно правильно вы написали что дивизия танковая в районе сосредоточения или на если она готовилась готовится к наступлению или 4 полковых района обороны если она стоит в обороне вот брешь в обороне противника все правильно в этом было предназначение этого ракетного комплекса и кстати организационно-штатная структура вооруженных сил Советского Союза именно это и предусматривала каждой дивизии мотострелковой был свой отдельный ракетный дивизион комплекса луна тактических ракет но из-за недостатков вот я же сказал большого отклонения и довольно малого заряда кстати точка УК пришедшая точка комплекс точка еще без У пришедшая на замену на замену луне была всего лишь дальность была уже 100 километров до 100 и точность была 40-50 метров и 10 килотонн был ядерный заряд под нее меньше намного меньше над очередным коровником водрузили флаг в Бахмуте со счета сбился сколько раз его уже брали официально ну мы говорили что повторяется вариант солидара каждый день брали солидар 2 сколько там 2 недели они его брали дякую украинские есть политическое решение украинцы сражаются за свою свободу и будущее своих детей а россияне умирает за прошлое своего выжившего из ума старика слава Украине и ее мужественному народу добрый вечер Севастополь из Крыма Украина Севастополь Украина Балаклава Украина вооруженные силы ждем вас вот такое вот из Крыма приветствие с уважением предлагаю не обвинять так просто Нитаньяху в продавливании реформы там не так там не так просто как одна сторона во всем виновата положение серьезное но там извне но нам извне ситуация часто представляется проще чем она есть будем надеяться что они справятся с внутренним кризисом как можно скорее слава Украине ну что ж пусть справятся Витание с Киева сегодня сердца всех украинцев бьются в унисон с сердцем захисників Бахмута нема уже слов чтобы говорить в голос только тихо молиться останні дни згадываем как мы пережили оккупацию Киевщины особливо радостей нема бо и в Ирпене и в Буче и в Чернигове есть близкие люди что загинули и рани еще болючи и не все будинки отбудовані наш комплекс в Ирпене уже восстановлено осталось пофарбовать фасады а от вирву отмени в брусчатце хочется залишить как нагадывание чтобы мы завжди памятали это жахитие что принес нам российский виродок подкласти мину чтобы отчинить двери в доме они давно в пекле а цей татарский пельмень что вбитый у Питера то огризок варты жалюгидной смерти и забудьте вот на таком патриотичном комментарии до тяжелых воспоминаний мы завершим сегодняшний с вами обзор я благодарю вас за ваше внимание за ваше время что вы досмотрели до конца это видео напоминаю тем кто не подписан подпишитесь кто смотрит это видео не забудьте поставить лайк чтобы его могли увидеть как можно больше людей огромные слова благодарности спонсорам и тем кто помогает каналу ну а мы с вами продолжаем уверить в Збройные Силы Украины перемога наша слава Украине